Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Игорь Корчевский «Злата вниз» с восклицательным знаком. Игорь, добрый день! Здравствуйте, друзья! Почему «Злата вниз»? Почему с восклицательным знаком? Почему так уверенно? Вам слово. Ну, все связано, наверное, со вчерашним днем, как ни странно. Вчера я умудрился таки накосячить, и это, честно говоря, принесло мне очень хорошие плоды. Я нашел для себя, может быть, это будет интересно для наших участников. Одно из интересных таких, одно из наблюдений таких методов – не попадаться на определенного рода уловки. Все это можно объяснить только посредством показа на рабочем столе, к чему я и приступаю. Да, конечно! Назовем это мини-курс «Как косячить прибыль». Будьте добры, подскажите, поступает ли картинка? Картинка бежит, скоро будет с нами. Да, видим картинку, Игорь, все отлично. Традиционно, в который раз я говорю, что все, начинаем с дневного графика. Может быть, я частично затрону вчерашний день, вот, и постепенно мы доберемся до ситуации, которая происходит сейчас. Значит, что мы видим на дневном графике? Мы видим, что сверху есть все-таки какое-то угловое такое вот поджатие. Оно рисуется более точно по этим вот двум свечам. Честно говоря, оно прямо ровно на них ложится. На этом мы эту мысль остановим. Самое сложное для трейдеров, как правило, понять, происходит поворот или происходит продолжение. Именно вчерашний случай, когда я ожидал разворота вниз, а все выстрелило вверх, меня хорошенечко научил. И этот урок мне пришлось вечером проанализировать. И я хочу сегодняшнюю ситуацию, которую я сейчас объясню, но начать все-таки со вчерашней своей ошибки. Потому что вчера было интересно, я сдвинул график. Вы поймете, почему я это объясняю. Я считаю это очень полезным ни одному. Ну, мы видим, как у нас заканчивались предыдущие дни. Скажем, я рассматриваю вчерашний день. И вчера бы я анализировал так. Вот у нас есть хороший максимум, будем придерживаться его. Но вот сам, это поза вчерашний день, это новости, они выстрелили. Вчера бы я поставил свой вот такой вот ограничитель сюда. И сказал бы, ну, мы будем смотреть, пробиваем мы ее, эту линию или нет. Начнем постепенно двигаться. И вот наступает вчерашний, ой, задний ход, наступает вчерашний день. Здесь я смотрю, что мы не штурмуем линию и начинаю настраиваться на поход вниз, на откат. Я вижу, как мы снизу опять вот так ретестим вниз. Это была моя вчерашняя ошибка. Будет полезно сейчас увидеть, что произошло. Итак, мы двигаемся побарно. И давайте теперь обратим внимание на вот этот бар. Вот всего лишь какой-то стандартный бар. Я не хочу начинать, конечно, кого-то учить, прайс-экшену, но заметьте, интересно. Вот именно этот бар меня зацепил в последнее время. Именно он мне давал ответ, куда же мы пойдем. Как этот бар мне давал ответ. Дело в том, что я не стою на месте. Я постоянно учусь, я постоянно смотрю и стараюсь к своей системе что-то добавить, чтобы у меня улучшились входа. Что-то добавить, чтобы у меня получалось лучше и больше. Это процесс самосовершенствования. Его, наверное, будет проходить каждый трейдер. И легкого решения тяжело найти. В данном случае, когда я ожидал похода вниз, я не знал про это. Но сегодня мы увидим пример именно с таким же баром. До этого мы дойдем чуть позже. А пока рассмотрим ситуацию следующую. Что если нас не пускали вверх, то было логично думать, что нас начнут давить вниз. Я в своей торговле частенечко смотрю всякого рода линии, которые дают наклон, которые дают какие-то такие формации, где присутствует объемная свеча. В данном случае я хочу показать, что я привык рассказывать и показывать. Вот, если вы видите свечу, у которой нет хвостов, то можно считать, что это вот такая импульсная свеча. И дальше просто смотрим, как она разыграется от уровня. Как она будет ретестить или же будет возвращаться под такой наклонный, скажем, уровень. А вот то, что произошло вчера. То есть вот здесь, когда свеча вот такого вида, начинают закрабываться разные мысли. Что нет, она не похожа на вот то, что нам вот тут, может, кто-то втирал. А вот это вот, что будет, как будет, оказывается, это тоже очень интересный вариант для рассмотрения дальнейшего движения. Я не ожидал, но сейчас мы все постепенно узнаем. Оказывается, это приблизительно та же импульсная свеча. Только надо обращать внимание, как она открылась. Она открылась тоже с минимальными хвостами или без них. А то, что у нее сложилось во второй половине, за уровнем, пусть нас не тревожит. Возвращаемся. Смотрите, что у нас произошло занятное. Как привычно, перебивается пополам импульс, производится четкий ретест, и мы убегаем вверх. Вчера я этого еще не знал. Сегодня я уже знаю, и мне уже гораздо проще. Идем дальше. Я поднимаюсь к сегодняшнему дню, и мы рассматриваем график. Я возвращаюсь на дневочку. Это немножечко поучительный для меня и развивающее видео для всех, кто присутствует. То есть мы имеем на дневном графике некий такой нисходящий наклонный, поджимающий уровень. Возвращаемся на таймфреймы пониже, чтобы более детально рассмотреть, что же здесь будет. Будет ли продолжение после такого сильного импульса? Никто не видел, чтобы вышел покупатель или что там произошло. Делаем следующее. Мы видим, что эта линия опять-таки бьет приблизительно вот по такой же свече. Птица активная хочет тоже все рассказать. Что нужно сделать, дорогие друзья? Оказывается, если мы возьмем, нарисуем эту свечу вот такой зоной и разделим ее ровно пополам, то мы, глядя на середину, как она отыгрывается, уже будем иметь первоначальное направление, что же тут омутят. Так, вернемся вниз, проверимся. Если бы у меня вчера хватило ума, я бы сделал бы то же самое, и я бы увидел, как мы разыгрываем эту гребаную середину, прости меня, Господи. Вот. Я бы четко среагировал бы и перестроился, но вылетел по стопам, движение ушло, а дома меня не было. Но такая вот незадача. Упустил, упустил я веселый паровоз. Но тем не менее, сегодня я хочу вам еще раз показать, что обращайте внимание вот на эту свечу, как на материнскую. Бейте ее пополам и смотрите, как разыграется от середины цена. Сейчас она наклоняется вниз. Она пытается сейчас продавить ту самую наклонную дневную линию и посыпаться. Замечательно. Когда мы посыпемся, куда у нас есть вероятность упасть? Ну, это тоже не очень сложный такой способ определить. Мы нарисуем импульс. Я выделю эту линию. Вот эта точка нам будет показывать середину. Вот приблизительно зона, куда мы первоначально можем упасть. Либо для сильного импульса и пробоя вверх, либо, поморочив голову, упадем еще ниже к следующей линии, вот сюда, к этой зоне. Сейчас я настроен к падению вниз. Вы знаете, буквально на днях я с товарищами, с которыми вместе торгую, рассуждаю, размышляю. Я им сказал, ребят, вы знаете, у меня есть подозрение. Я его буду сейчас проверять. Я буду его анализировать и смотреть. Мы нарисовали-то дневную наклонную линию или, скажем так, дневной какой-то уровень. Я выскажу предположение, а не факт. И надеюсь, все вместе мы посмотрим. И может быть нам удастся найти ответ, а может быть и найдем мы тот необходимый нам инструмент, который будет говорить. Если произошел ложный пробой дневного уровня, вот на дневном графике, на дневном графике, не дневного уровня, надо уточнить. Если на дневном графике произошел ложный пробой, то надо сидеть и ждать ударный день. Ударный день был вчера. То есть мы начали и перли, 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 перли до самого закрытия. Ударный день. Идем только в одном направлении. Поэтому если мы нарушаем на дневном графике уровень, мы должны держать цену вниз, пока не увидим ударный день. Хотя бы один ударный день, и тогда можно уже хороший вот такой кусок вырвать из рынка. Если мы работаем на часовом графике и видим ложный пробой на часе, мы должны ждать ударный час. Это пока предположение. Вот такая вот мысль, она закралась, она меня шкребет. Я ее буду смотреть, анализировать и думаю, что она имеет основание быть. Ну вот на такой вот манере у нас получился краткий мини-урок моих последних наблюдений, моих ошибок, моих успехов. И я вот на этом, наверное, сегодня и закончу. Тем, что я вижу, что мы настроили золото вниз. И на дневном графике получаем ложный пробой, на мой взгляд. Это спорная, конечно, ситуация. Вот. Где я вошел? Потому что люди интересуются иногда, где вы вошли. Вот. Тут я вошел. У меня сейчас позиция находится вот здесь. Где у меня стоит стоп? Стоп у меня стоит вот здесь. Вот за этой свечью. Чуть-чуть выше я его ставлю. Вот. Поэтому, если кому-то интересно, попробуйте проанализировать ситуацию, когда перебивается уровень вот такого видом свечей. Она все та же импульсная свеча. И дальше мы ее берем за материнскую и смотрим в середину, как она отыгрывается. Благодарю. Надеюсь, не осудите. Отсюда мои мысли. Хорошо. Понял вас. Спасибо большое, Игорь. Давайте остановимся и демонстрацию. Ответим на вопросы. Ага. А значит, Элиот спрашивает. Вас не смутило, что та свеча не перебила лоу-пин-бара? Я, честно говоря, не обратил внимания, на что обратил внимание Элиот. Если возможно, пусть он создаст на пустом графике скрин и покажет. Мы попробуем взглянуть. Я пока, видите, гнул свою линию и не пойму, что увидел человек. А было бы интересно. Может, действительно, что-то важное для себя найду. Вот. Есть там еще какие-то вопросы? Картина рабочего стола есть. Так. Ну, я только что показывал картинку. Нет, нет. Это, видимо, коллеги... Ну, это может быть, да. Это может быть, да, присоединился туда. А, да. Вот. Я вот наблюдаю, что уже не первый раз, как есть какие-то ответы на рынке, надо просто не спешить. Честно говорю, мы ввел несколько основных правил поведения на рынке. Первое, это не делать, не спешить делать глупости. Очень быстро всем хочется войти, очень срочно жгут руку деньги. Не скрою, да, я заработаю на тот самый ПАМ-счет, который и вы игр ждете, и, может быть, кто-то из наших слушателей. Но я его не открыл, потому что случилась непредвиденная ситуация. У моего товарища друга загорелось, сэмлограф. Пришлось срочно эти деньги отдать ему. Заказали в Китае, ждем. За это время, все равно, как я и обещался, попробую открыть ПАМ-счет после выборов. Сейчас ситуация, конечно, в стране нестабильная. Вчера буквально новости были, что фонд национального благосостояния за август потерял уже 600 миллиардов рублей. Постепенно все эти деньги уходят на то, чтобы показать рубль крепкий. Рубль крепкий, но дело в том же, ребята, что вы видите где-нибудь новые производства, вы видите где-нибудь поднятие цен, зарплат, зарплат, цены-то, да, видим, поднимаются. Вы видите новые рабочие места, как развиваются парки, как больше строится домов. Да, на здания в Москве, слышал, там выделили много денег, но кто там будет жить? Там никто не будет жить, потому что и в Китае понастроили целые города, и они пустые, пустые города. Да, деньги вложили, хотели решить жилищную программу, целые города с инфраструктурой, садами стоят пустые, никто туда не идет. А я у нас, смотрю, повторяю, туда же вбухивают бабки, вбухивают, горят рубль крепкий. Я тоже чувствую, что в предыдущие годы я не видел никакого-то серьезного развития, и рубль в два раза упал. Прошло еще какое-то время, еще в два раза упал, и сейчас я не вижу, чтобы что-то было. Готовимся, ребята, готовимся. Вот, ну это я отвлекся на политику, а по золоту, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я всегда помню. Так, у вас птица, чем больше вы говорите, тем сильнее она поет. Она тоже хочет подсказать на своем птичьем, нашим куриным мозгам, как надо торговать. Она старается. Да, она сама летает, и критикует, и мешает, и помогает, но это ее птичья судьба. А это моя человеческая карма. Заботится о такой вот моське, которая хочет меня цапнуть. Она умеет, кстати, цапать, она может? Да, да, если вот подставляться, она цапнет. То есть, не надо самому вот эту сумму в пальце. Так что, активная птица. Ну, ваш, спасибо огромное, Игорь, спасибо, удачи. Мы на рынке сегодня ждем золота в миске, ждем ваш, по-моему, после выбора. Дай Бог успехов всем. Спасибо.